Здравствуйте, меня зовут Елена Ширинова и мы находимся в магазине Шкатулочка. Сегодня я расскажу о прядении. Приду я не так, чтобы уже давно, около пяти лет. Мне этот процесс очень нравится. Приду я и на веретене, и на прялке простой, и на прялке электрической. То есть разницы никакой нет. Если вы освоили одну, вы совершенно спокойно можете прясть на любом инструменте. Сегодня мы будем прясть шелковые квадраты. Но мы все привыкли, что придем мы в основном из шерсти. То есть вот наша шерсть и вот вещи из нее. Вот. Вот. Уютная, теплая, мягкая наша любимая шерстка. Но прясть можно не только из шерсти. Прясть можно также из вискозы. Это не только промышленности под силу, а и нам любима тоже. Прясть можно из шелка. Для этого подходят и шелковый топс, и шелковые квадратики. Вот сейчас мы с вами спридем ниточку из маленького шелкового квадратика. Значит, для этого мы берем нашу пачку шелковых квадратиков и отделяем для себя один. Шелк лучше прясть на более маленьких веретенах. Они более легкие и не будут рвать нашу нитку. Но опять же, это зависит от того, какую нитку мы хотим сделать. Хотим ли мы сделать нитку достаточно толстую. Это тоже шелк, но это шелковый сливер. Или же тоненькую, которая получается из шелковых квадратиков. И мы этот квадратик начинаем сейчас растягивать. Мне нравится использовать весь квадратик, у которых даже два оказалось. Растягиваем до одного. И мы ставим пальцы в середину и начинаем его растягивать. На шелковый квадратик. Таким образом мы получаем необходимую нам заготовку для нитки. Вот из нашего маленького квадратика у нас уже вот такая вот большая достаточно заготовка. Для верности крепости мы просто ее привяжем. Ниточки, которые у нас уже, вы видите, у меня есть. И запускаем ее в тяну, чтобы получить нашу тоненькую, тоненькую ниточку. Продолжение следует... Не забываем, что волокно у нас длинное. И в принципе оно хорошо растягивается. И получаем нитку, необходимую нам по толщине. Все опять же зависит, для какого проекта мы эту нитку готовим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как веретено у нас здесь достаточно тонкое, Мы можем не бояться, что под тяжестью веретена наша нитка оборвется. Белый фунт как будто он подложит. Продолжение следует... Старый дедовский спуск. 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 Вот мы получили нашу. Вот мы получили нашу шелковую нюточку, ей можно вышивать, ей можно летать и можно хрустить.